Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, вот вы думаете, что рыбы тупые? Я тоже. Да и память, как у рыбы, это не просто так ведь говорят. Хотя не всё так очевидно. Вот и сегодня у нас в гостях весьма неглупый морской охотник из класса рыб. Встречайте карангсов или карангов – род морских лучеперых рыб из семейства ставридовых, в состав рода которых включают 18 видов рыб. Большой карангс – крупная и сильная рыба, относящаяся к виду лучеперых и отряду ставрид. Из-за своего большого размера карангс нередко называют гигантской ставридой, так как она похожа на эту промысловую рыбу внешним видом и качеством мяса, однако значительно превосходит ее по размеру. Но большой карангс отличается не только выдающимися размерами, но и большой силой, а также социальным поведением, которое меняется несколько раз в течение жизни. С полным правом можно утверждать, что эти рыбины относятся к одним из немногих допотопных существ, которые с минимальными изменениями дошли до нас из эпохи динозавров. Ученые и их теологи утверждают, что большой карангс как вид сформировался около 60 миллионов лет назад и с тех пор практически не эволюционировал. Любит плескаться наш морской охотник в уютных лагунах среди рифов в акватории Красного моря, а также вблизи берегов Таиланда, Индонезии, Филиппин, Сейшел и Малайзии. Но больше всего гигантских карангсов живет у берегов Африки и у Гавайских островов. Жители последних всегда уважали эту рыбину, но не за интеллект или охотничьи навыки, а за огромную силищу. Карангс даже является символом мужества и олицетворением непобедимого воина. Пойманный на крючок карангс скорее сам утащит рыболова-неудачника на дно, чем даст себя выловить. Чтобы уйти из крючка, карангс наворачивает круги, после чего резко уходит на дно. Поэтому поймать карангса весьма сложно. А в битве не на жизнь, а на смерть с рыбаком один на один чаще всего победа остается за карангсом. И не мудрено, ведь чтобы удержать беснующуюся рыбёху в 60 кг, а то и в 80 кг, надо очень постараться. Уникальным отличием большого карангса является сильно приплюснутое и вытянутое по вертикали туловище. Кроме того, отличием от остальных рыб может считаться особая выемка на спине, куда убираются оба верхних плавника. Их рыба убирает или выпускает в зависимости от силы морского течения или во время охоты, когда необходимо быстро маневрировать. Как правило, средний размер карангса составляет около 80 см, а вес колеблется в районе 30 кг. Наибольший размер выловленной рыбы составил 124 см весом больше 65 кг. Но несмотря на то, что карангс отличается большими размерами, это мелководная рыба, и она не погружается на глубину свыше 100 метров, предпочитая проживать на глубине до 30 метров. Однако путь от малька до непобедимого воина тернист и труден, так как родители из карангсов никудышные. Отметав пару миллионов икринок, жестокая мать бросает своих детишек на произвол судьбы. Малькам придется выживать в спартанских условиях открытого моря самостоятельно. 80% из них станет кормом для других рыб, но 20% выживут и превратятся в ненасытный смерч. Тут надо сказать, что большой карангс — это очень активный хищник. Он занимает достаточно высокое место в пищевой цепочке теплых морей, уступая лишь акулам и муренам. Причем, если эти рыбы одиночки и охотятся соло, то карангс — стайная рыба. В настоящее время именно большой карангс составляет до 70% всех хищных рыб Мексиканского залива и западной части Атлантического океана. Основной рацион карангсов — это другая рыба, уступающая им в размерах. Причем они с одинаковым успехом охотятся как на хищников, так и на травоядных рыб. Кроме того, особо крупные карангсы способны охотиться на молодых дельфинов и даже на юных черепах, чей панцирь еще не затвердел окончательно. Интересен и способ охоты этих рыб. В случае необходимости они легко объединяются в крупные стаи по 30-50 особей и способны загонять большие косяки рыб. Причем охота карангсов не хаотична. В стае есть доминирующие особи, которые контролируют процесс охоты и управляют всей стаей. При такой тактике крупные рыбы выступают в роли охотников, а мелкие карангсы работают, как загонщики. При такой тактике у добычи просто нет шансов вырваться, и окружаемые косяки уничтожаются практически полностью. Но несмотря на то, что рыбы действуют сообща, каждая особь все-таки действует прежде всего в своих интересах. Чаще всего в группе выделяется всего несколько лидеров, которые и поедают добычу, а остальные играют роль загонщиков и довольствуются остатками. Однако далеко не охотой на дельфинов прославился наш гигант. На типичный вопрос – рыба или птица? Карангс с удовольствием выберет последнее. Жертвами таких гастрономических капризов становятся зазевавшиеся у водной поверхности крачки. Такому важному делу, как охота на пернатых, Карангс подходит очень продуманно. Он долго преследует жертву, наблюдает за ее поведением. Ведь охотнику необходимо прикинуть, сколько весит эта крылатая штуковина, и как быстро она может вспорхнуть, и с какой скоростью она это сделает. Только после всех этих сложных математических вычислений Карангс нападает, причем в большинстве случаев успешно. Однако непобедимым этого водяного убийцу назвать тоже нельзя. У Большого Карангса не так много естественных врагов, потому что эта рыба занимает одно из лидирующих мест в пищевой цепочке в тропических морях. И охотиться на Карангса среднего размера могут только акулы и мурены. Наибольшую же опасность для Карангса, как обычно, представляют голые обезьяны. В среднем в год добывают по 4-10 тонн Карангса. Это отличная промысловая порода рыб, напоминающая по вкусу привычную всем ставриду, и ее подают во всех рыбных ресторанах в тропических странах. Благо гиганты хорошо и быстро плодятся, и их численности на данный момент ничего не угрожает. А Вы любите рыбалку? Напишите в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики, по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.